И так, ну что ж, арияру, мои маленькие любители, покушать из всего того, что вращается и крутится у микрофона, как всегда. Ваш покорный слуга Мамору, и это великолепная сборочка с модом Грейд. Как я люблю это говорить, и всегда об этом говорю, закатно произошли кое-какие изменения, но они не сказать, что глобальные. Я лишь поизучал квесты, немножечко поизучал саму сборочку, и теперь я буду более-менее знать, куда нам нужно двигаться в следующем направлении. И сразу тогда предлагаю с головой окунуться в это все сияющее безобразие. Здесь я первым делом с вами вместе предлагаю сделать такой увлекательный квест по созданию семян кварца. Нам нужно создать вот эти вот семена, а потом их поливать водой и каким-то образом постепенно увеличивать их в объеме до того масштаба, когда они станут чистыми кристаллами кварца. И уже потом мы уже будем что-то с ними делать. Самый важный здесь инструмент это дозатор. И мне таких дозаторов нужно минимум 3 штуки. Медная машина плюс воронка, дозатор. Так, теперь мне нужно здесь где-нибудь это все безобразие попробовать разместить таким образом, чтобы это все работало. Я ни разу, к сожалению, этого всего не тестировал, поэтому будет очень интересно посмотреть, как это все должно работать у нас. Я думаю, в любом случае нам эти с вами семена понадобятся. Так что я просто сейчас возьму пыль истинного кварца, которую я смогу каким-нибудь образом получить. Нам в любом случае понадобятся семена эти скрафтить, так что, пожалуй, вот этот вот стак кристалла я пущу на то, чтобы его раздробить. Автоматику потом мы обязательно какую-нибудь прикрутим для того, чтобы все это в автоматическом режиме самостоятельно передрабливалось. Но для начала нам нужно просто реализовать всю эту систему и посмотреть, как она будет вообще вся реализована. Так, такой ширины мне хватит. Нужно сейчас к дозатору просто подвести водички. Так, теперь я хотел бы сюда придать крутящийся момент. К этой мельнице у нас и так слишком много чего подведено, так что я боюсь что-то еще третье подключать сюда. Немножечко кварца мы себе тоже надыбли. Сейчас смешиваем его с песком, который я надыбал себе за кадром. Думаю, такого количества более чем хватит. Да, квесты мы завершили, но это только вот начальные квесты, так что не стоит на это сильно акцентировать внимание. Сейчас мы просто смотрим, что из этого выйдет. Как там говорилось в квесте, мы сначала отдаем только половину, а уже дальше будем что-то делать. Как итог, у нас получается здесь однократно это все поливается. Меня это не устраивает. Поэтому нам нужно, я думаю, здесь больше дозаторов размещать и больше конвейерных линий здесь придется размещать. Гораздо больше, чем я думаю. Я боюсь, что по-другому здесь никак не выйдет. Так, еще получается здесь я три дозатора размещаю. Воду к ним я подвел. И теперь мы с вами смотрим. Что нам нужно здесь делать? Получается, у нас здесь все это поливается. Вода у нас здесь есть в неограниченных объемах. Это замечательно. Строить здесь следующую линию для следующего уровня этих самых частей истинного кристалла мне очень не хочется. А значит нам нужно сделать таким образом, чтобы сюда попадали все отработанные, то есть вот эти вот крошечные кристальчики. Начало роста мы с вами завершаем. Постепенно, пока это все пусть завершается, я не против. Попадать сюда это может пока что, я думаю, одним способом. Если, допустим, это все здесь сортируется в драйвер какой-нибудь, и с драйвера уже потом это все идет сюда. Больше ничего пока не придумываем. Значит, это самый лучший вариант, на мой взгляд, сейчас. В общем, мне в голову пришла примерно вот такая вот схема, которую здесь я сейчас пытаюсь построить. Здесь у нас будет стоять где-нибудь вот здесь вот сверху драйвер, в который мы будем помещать все семена истинного кварца. Семена будут постепенно сюда вуплевываться и идти по конвейерной лестнице. По конвейерной линии они будут в первую очередь забираться в этот драйвер, при том, что здесь у нас будут отсортированы все, получается, вот эти вот жизненные линии вот этих самых кристаллов, кроме самой последней, которые будут в автоматическом формате, если здесь ничего не происходит, попадать в наш последний драйвер. Таким образом, здесь будут зациклены все предыдущие версии линии кристалла, а попадать в этот драйвер будет только самые последние. Надеюсь, я все более чем доходчиво объяснил, осталось лишь только это все мне реализовать, но я думаю, в этом ничего сложного-то не будет, в принципе. Здесь у нас единственная большая потребность в песке, но, к сожалению, пока что мы не можем по квестам даже ничего подобного сделать. Хотя дробители мне, ой, как давно уже нужны. Последний конвейер, скридж, и эта вся система у нас готова. Допустим, я сюда закидываю один истинный кварц второго уровня, и он пошел у нас обрабатываться. Заходит у нас сюда, получается, здесь он у нас сохраняется, и пока не выплевывается, потому что я еще не сделал здесь достаточных фильтров по нашим драйверам. Но ничего страшного, сейчас будет вот этот вот предмет для нового нашего фильтра. Мы его тоже забираем, здесь вот делаем штучку, и здесь вот делаем штучку. И получается, вот этот будет самый последний ингредиент для создания, который у нас только здесь появится. Если я все правильно выражаюсь, да, из него получается самый старший, как это ни странно, чистый, очищенный вот этот вот семена кварца. То есть вот этот вот у нас драйвер отсортирован. Вот этот драйвер тоже у нас полностью отсортирован, только сюда мы закидываем все семена истинного кварца. И последний здесь ингредиент, обычная воронка, все. Стоп, как так вышло, а почему, а зачем ты так делаешь? Эй, дядя, блин, видимо придется мне сейчас на уровень ниже это все размещать, потому что нехорошо получается то, что из него выплевывается и сразу берется это на конвейер, это вообще неправильно. Последний ингредиент, вал, все, пробуем. Сейчас я ничего здесь не менял, просто пошли у нас вот эти вот все кварцевые штучки делаться. В принципе это нормально происходит. Все то, что не надо забирается наверх и повторно это все делается до тех масштабов, пока это не нужно. Здесь буфер есть определенного масштаба и он, я думаю, не перегрузится и вполне этого буфера будет хватать. Единственный минус, то что нам нужно получается брать половину из того, что мы здесь делаем и половину отправлять на дробилку. Но как брать отсюда ровно половину, я ума не приложу. И как именно это должно происходить? То есть я вот это вот тоже могу завершить и вот это я тоже могу завершить. Как только возьму вот этот кристалл в руки, все, замечательно, рост у нас выполнен. Теперь нам нужно здесь сделать зарядник кристаллов и, соответственно, смесь, которая, как ни странно, получается благодаря странной технологии, по-моему, я вообще нигде такого не встречал, но в итоге мы должны каким-то чудным образом получать редстоун пыль. Там нам буквально прямым текстом говорится, что мы должны скрафтить зарядник из мода Аплай Энерджистик. Делается он легко, благодаря измельченным кристаллам, которые создаются еще с большей легкостью. Нам нужен заряженный истинный кварц, Незер кварц и немножечко редстоуна. Бросить это в воду, сказать Ахалай Махалай и все это случится. Заряженный кварц у нас вообще, в принципе, находится в земле. Незер кварца у нас в достатке и мы не забываем, что Рудстоун это просто переработанная киноварь. Нам нужно здесь это все бросить в какую-нибудь бесхозную воду, которая нам здесь по факту очень сильно нужна. Ахалай Махалай жеребец сладкий и вот она моя радость. Измельченные кристаллички. Теперь я должен один из них взять, совместить с вот этим андезитовой машиной. Зарядник мы с вами получили. И теперь я хочу скрафтить, как ни странно, генератор стерлинга. Потому что вот этот вот зарядник требует от нас для себя какой-то редстоун энергию. Никто не спорит, что этот зарядник можно и вручную запитать, крутя какую-то крутилку. Но зачем, если есть более изящные способы. Например, тот же самый генератор. Кращу катушку и создаю себе этот самый генератор стерлинга. Если мне не изменяет память, этот самый генератор требует от нас всего две основные вещи. Это вода и топливо. Хотя тут пишется то, что просто нужно ископаемое топливо, типа угля. Хорошо, я здесь сделал себе или пытался сделать такую машину или систему из машин, при которой мог бы я себе здесь хранить успешно древесный уголь. Но в принципе у меня даже более чем успешно это получается. И сейчас как раз попытаемся запихнуть излишки этого угля. Ну да, пошло питаться. Просто ему нужен уголь. Хотя мне кажется это немножко нелогично. С паром бы я поработал. Теперь мне получается отсюда нужно доставать каким-нибудь способом заряженные кристаллы. То есть мне нужно сделать какой-то замкнутый цикл, при которой будет совершаться перезарядка. Так, кстати, а тут всплыла у нас еще одна проблемка. Видимо она даже очень существенная. То, что как-то очень не хватает здесь воды в наших дозаторах. И возможно эта проблема очень легко решится, если я здесь размещу такую же систему. Вроде она крафтится очень даже легко, так что я думаю с этим проблем не будет. И потом когда-нибудь я этим займусь. В смешивателе благодаря именно заряженному кристаллу и той самой фиолетовой жижи из метеорита мы можем с вами без проблем получать кристалл кварца. Плюс вот этот самый редстоун, который в основной массе нам и нужен. Но как сделать ферму заряженных кристаллов, если мы можем их получать только благодаря обычным кристаллам? Я сейчас что-то очень в замешательстве. А, все, 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 все. Вопросов больше не имею. После того, как заряженный кристалл перерабатывается, он становится незаряженным. И его мы будем помещать как раз в ту самую систему. Все. Вопросы сразу отпадают. Нам здесь нужно теперь сделать лишь смеситель, желоб и все остальные прелести жизни, которые здесь нам очень сильно понадобятся. Получается жидкость. Вот эта вот безобразная попадает в нашу вот эту систему. Теперь сюда же должны попадать вот эти вот из зарядника предметы. Запихивает сюда только по одному кристаллу. Допустим, если это все будет попадать по воронке. Я надеюсь, что это будет работать. И сколько этому всему нужно энергии. То есть отсюда у нас должна выходить, во-первых, труба. А во-вторых, каким-нибудь чудным образом вот эта вся зарядная система. Так, мне нужна в любом случае, я тут посмотрю, механическая жидкостная труба, плюс еще и умная жидкостная труба. Умная по-любому у нас идет вот так вот вместе с механической. Только почему-то до сих пор тут нету результата от нашего многоуважаемого стерлинг-генератора. Возможно, как-то я неправильно его подключил. Возможно, его с какой-то другой стороны нужно подключать. А, вот, все, все, все. Я сделал, конечно же, все неправильно. Оказывается, просто нужно его размечать либо сверху, либо снизу. Я это вспомнил хорошо, что сейчас. Теперь же мне нужно сделать таким образом, чтобы из чаши все то, что переработалось, попадало у нас обратно в зарядник. Но перед этим мне нужно сделать так, чтобы это все у нас, конечно же, подключалось и вращалось. Я надеюсь, это все не переборщится. Оп. Нет, всё нормально. Это очень замечательно, то что у нас здесь пошло смешиваться. Так, теперь мне нужно, конечно же, сделать андезитовую чехарду с ресурсами. В данной ситуации мне очень сильно не хватает каких-нибудь труп из, например, Эндер ИО, которые очень нужны в данной ситуации. Но, увы и ах, имеем, что имеем. Нет, ну а кстати, тут обошлось малой кровью, я вам так скажу. То, что у меня даже здесь очень даже всё компактненько получилось разместить. Так что это всё должно работать, если я здесь вот в раз поменяю направление вращения. То есть это всё в раз сюда, поставляется на конвейере и попадает в андезитовую воронку. Последний нюанс у меня остался, я должен это как-то запитать, но я думаю, с этим проблем у нас не будет, ведь у нас есть здесь крутящийся момент вот отсюда. Ага, вот и ошибка, которую я, к сожалению, вижу. Очень большая проблема у нас здесь вот. В том, что у нас вот эта вот андезитовая воронка выплёвывает, к сожалению, в том числе и заряженный кристалл, не давая ему, так скажем, здесь вот раскрутиться. Это очень плохо. У меня есть вариант скрафтить, в принципе, себе латунную воронку, но для неё нужны латунные машины. А это очень серьёзный крафт. Как я погляжу здесь, электронные лампы, которые требуются нам. Хорошо, мы потом с этим обязательно что-нибудь допридумаем, по-любому. Ну а пока не мешало бы заиметь себе вот этого вот самого редстоуна 1000 милибакетов. Так, 1000 милибакетов редстоуна у нас здесь есть. Нужно только его здесь отсюда зачеркнуть. Опа, всё. Теперь мы его сюда вот тедышкаем, обратно жидкость сюда возвращаем. То есть ачивка у нас, по идее, тоже выполнилась. И нам теперь нужно сделать крашено-кварцевый смеситель. В миксере это, опять-таки, должно происходить. Вот в этом самом смешивании должно происходить смешивание жидкости, плюс вот этого самого чистого очищенного кварца. Я думал, будет лучше ситуация, но, к сожалению, она лучше не становится. По-прежнему очень сильно не хватает воды, как минимум вот в этих вот андезитовых штуках. Поэтому мне вот здесь вот придётся разместить такой же источник с водой, который бы отвечал за водяное наполнение вот этой системы. Так, накопитель мы ставим, помпу тоже. И чудным образом я тоже энергию вращения на эту помпу подал. Чисто гипотетически вода отсюда тоже должна выходить, и ситуация с вот этими истинными кварцами должна состоять более-менее лучше, надеюсь. Правда, опять-таки, и здесь есть проблема, которая упирается в нехватку наших умных логистических систем в том формате, что нам нужно отсюда забирать только половину этих кристаллов. А как это сделать, у меня пока не хватает воображения, наверное, по большей части. Но ничего страшного, как-нибудь к этому мы обязательно дойдём. Главное, что сейчас у нас есть ведро редстоуна, и мы сейчас должны сделать вот эти самые ламповые трубки, которые крафтятся благодаря, опять-таки, смешивателю. А вот и основная проблема, которую мне так не хотелось здесь себе иметь. К сожалению, у нас не хватает скорости вращения нашего вот этого многоуважаемого вентилятора, что очень плохо. И тут, блин, вообще никак не избежать этой ситуации. Единственный вариант, который я здесь нахожу, это вот из-за этого вентилятора досюда протянуть линию, потому что ещё один вот этот вот ветряной генератор строить здесь мне очень не улыбается идея. Опа, а это заработало. Эта часть системы у нас успешно заработала. Поменяли направление вращения, и теперь это должно вращаться таким образом, что здесь у нас есть редстоун, и сейчас я закидываю, допустим, сюда кварц. Всё у нас пошло смешиваться, ура! И мы получаем здесь, вот он, полированный, тот самый розовый кварц, который мы получали до этого каким-то чудным способом, благодаря вот этой вот самой не очень приятной системе, благодаря наш дарике, которая по факту нам не нужна. И здесь у нас получается он в автоматическом режиме, ну, по крайней мере, в полуавтоматическом режиме, потому что вот эта вот система немножко не отрегулирована. Зато всё остальное работает более-менее в штатном режиме и не нуждается в никаких доработках. Тут, походу, надо ставить гораздо больше помп, потому что теперь почему-то в первый не хватает у нас воды, а в последний её более чем за глаза хватает. Тут ставить, что ли, в каждую помпу, для того, чтобы это всё питалось и работало бесперебойно. Или как ещё, но кристаллы истинного кварца нужны сейчас, а их сейчас нет. Видимо, эта система вся очень медленная, и в любом ситуации нуждается в доработках. Теперь я хочу вот эту систему подключить к вот этой чаше. Таким образом, получается, у нас всё это должно работать более-менее нормально. Таким образом, что это всё теперь крутится и вращается. И как только, получается, сюда попадают кристаллы истинного кварца, они успешно попадают в нашу чашу, и она нам производит вот этот розовый кварц. Для того, чтобы автоматизировать вот эту систему, у нас уже всё готово, у нас есть в бесконечном объёме вот это железо, у нас теперь 17 стаков этих слитков, которых хватит, я думаю, за глаза. Их нужно будет каким-нибудь образом вывести куда-нибудь. Возможно, вот этот сколм здесь сравнять, и вот туда вот продолжать всю систему. Таким образом, что получится вот это вот всё доавтоматизировать, до необходимого нам масштаба. Думаю, потихоньку нам на этом нужно будет всё с вами заканчивать. Здесь мне нужно будет за кадром немножко реорганизировать всю вот эту систему с водой, и всё то, что касается системы с водой, потому что система с доставкой вот этих вот маленьких кусочков меня очень сильно не устраивает, её нужно либо как-то ускорять, либо ставить больше помп, либо как-то ещё делать. И этим я обязательно займусь до следующей серии. Ну а пока на этом всё. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона было, как всегда. Ваш покорный слугам Амору. Ещё услышимся!